Кто-то говорит, а я салон уничтожаю, то я ее баронами растаскиваю, то, значит, измельчаю корномерчик, деструкторами там уничтожаю, тоже наутильщик, а кто-то говорит, а я без растительных остатков не могу, а сегодня я слышу, без уже почти покровных культур, вот это технология наутил, это система. И поэтому спасибо большое, Сергей Васильевич, вам, вашим сыновьям, коллегам нашим, кто занимается вот этой технологией специально, приехал посмотреть, чтобы я сказал всем, я это видел в сухом Крыму, а наши сидят в прикоре и говорят, а у нас не растет, у нас ладеный, у нас не получается, у нас почва другая, у нас все другое, поэтому спасибо, это крайнее вступление. Значит, дело в том, что, уважаемые коллеги, сегодня уже говорили, что наука вот такая, вот у нас засранцы не хотят, не делают и так дальше. Я хочу немножко защитить науку, в том числе нашу крымскую. Дело в том, что я только вчера был в институте и был в лаборатории микробиологии, мы много искали микробиологов, потому что у нас их нет. Поэтому мы как раз работаем с ними, мы берем сейчас микробиологию в полях наших ставропольских хозяйств, на наших опытных делянках и смотрим, что там происходит с микробиологией. Мы не дошли до почёпокровной культуры, это следующий этап, которым будем заниматься, и они занимаются. И давая рекомендации, у вас там наутил всего занимает, сейчас пришло 8%, а у нас меньше, у нас 7,5%, то, естественно, наука дает рекомендации на 90-95% башен, а не на 3%. А если вы почитаете их газеты, там у них много по технологии наутил написано. Кстати, мы сегодня положили книжки, мы собрали наши статьи для фермеров специально, где написано, как убирать отчёсов, и экономика, и как распределяются растительные остатки, и как утопливо, и всё так дальше. Как защищается почва от эрозии, мы всё это описали на примере хозяйств. Там много каких сотей, ни одной книжки, никого ничего не заинтересовало. Поэтому работаем, уважаемые коллеги, я не хочу защищаться, говорить так дальше. Вопрос в другом. 23 января в прошлом году было бюро отделения сельхознаук о том, что было принято решение о координации исследований по минимизации обработки почвы, прямому посеву и разработке государственной программы след государственным финансированием научных исследований именно. Но из-за ковида наш директор был в обоих министерствах, в обре именно в сельхозе, нас поддержали, но пошёл ковид, и теперь, значит, и все программы, которые уже лежали, разработали в министерствах, их сейчас все замернули, мы начали разрабатывать, я собрал информацию от учёных, но всё за плохо, то есть государственное финансирование мы не получим. Второй вопрос. А как изучать, если у институтов нету Сеева? Сейчас институты приобретают. Это очень тяжело и трудно. Я в этой ситуации не учёные, а виноваты, поверьте, ищут. Я проехал больше десятка институтов, поверьте, встречался с учёными, встречался с руководством институтов. Все говорят, мы готовы, мы хотим изучать, но у меня нет возможностей. Вопрос в другом. Все, кто начинает изучать, начинают сравнивать с традиционной технологией. Сравнивать, я нарочно скажу, ДТ-54 с новым Бюллером. Он ДТ-54 знает, четырёхкорпусный плуг, и он цепляет Бюллера, этот четырёхкорпусный плуг, говорит, ох, какая выработка. Но он не знает, что там 11-корпусный плуг уже можно этим Бюллером таскать в производительность. Понимаете, это не знает ни учёный, никто. Поэтому надо изучать, я сейчас вам говорю, не надо сравнивать, каково вы это изучаете. Им, вам вот Сергей Васильевич объясняет, что наутил, а у них наутил получится хуже, потому что они в стационарах 50 лет недавно сюда их впихивают. Ну, просто изучают способ обработки почвы, отрицательный результат. Вы скажите сейчас, перепелицы, что это плохо. Я говорю, а в Алтайе я говорю, у вас 500 тысяч вектаров наутил, это что, они дураки эти фермеры или производственники? Да нет. Тогда кто вы, если вы говорите, что это плохо? Он все на меня и смотрит. Я говорю, зачем вы это изучаете? Она никому не надо. Изучайте технологии прямого посева и дайте рекомендации для производства. Пусть работают по-традиционной, не мешайте им, ради бога, пусть работают. Но вы занимаетесь вот этим делом. Он соглашается. В связи с этим, Академия сказала, координацией мы заниматься не будем. То есть, сами как хотите. Поэтому я сейчас, кстати, вот больше 10 институтов, в том числе Радуарович и Раскальчанами, записываю соглашение о том, чтобы мы, как бы, занимались изучением этой технологии, но общаясь методику исследования. Я написал методические рекомендации, какие особенности исследования технологии. Наши методики, которые были раньше, они не подходят. А у нас наука, понимаете, вы говорите, в производстве. Вот сейчас, когда Леонид выступал, говорит, фермеру стало жалко растения, у нее с удобрением. Все, опыт закончился. И научные данные не получены. Или, допустим, там другие. То есть, в производстве делать исследования научные невозможно. Вот это, как придет к вам, как только ученые, у нас много начинали, но сразу бы заканчивали, потому что это такая заморочка, которая не годится. Поэтому решили таким образом объединиться, обсуждать методики исследований, собираться ученым без конференции, с другим столом, садиться где-нибудь на Урале, в Смаре, там, скажем, в Омске или где-нибудь еще, и разрабатывать программу методики, чтобы понимать, что происходит у нас в стране по этой системе, и для того, чтобы там обсуждать и результаты, и публиковать их, и писать монографии и так дальше. То есть, над этим процессом мы работаем. Еще один вопрос я хотел сказать. Проблема углерода. Мы в мире признаем, что за 150-200 лет углерода в почве стало в два раза меньше, чем было до этого. Куда он делся? Он весь ушел в атмосферу. Это парниковые газы, вы знаете этот эффект. И сегодня стоит вопрос о карбоне, значит, в том, безуглеродной техники, технологии. Наша страна подписала тоже. Вопрос в чем? В чем наш интерес на утилищиках? Сегодня стоит вопрос о том, кто углерод утилизирует, накапливает в почве, тот должен за это получать деньги. А деньги должны платить те, кто углерод выбрасывает в воздух. Это, скажем, те, кто ждет нефть, ждет газ, газоэлектростанции и так дальше, кто добавляет уголь и так дальше. То есть, первая ласточка у нас уже есть, которая сейчас делает карбоновых. Кто пашет. Кто пашет, да. То есть, кто пашет, тот не может накапливать, это уже доказано. Это не выбор. Уже первая, значит, ласточка, 320 миллионов рублей было продано. Карбоновый, вот этот вот как раз, который накапливается предприятиям Подмосковья, которые купили это все, значит, компенсируют, чтобы их не штрафовало министерство. И они закладывают полигон карбоновый, но там в лесах закладываются. То есть, в Самаре я был на конференции, международной большой конференции, где обсуждалось вопрос о том, чтобы рынок этот заработал. В мире начал работать у первого ласточка у нас в стране. И мы сейчас уже включились в эту программу и тоже занимаемся, как этот карбон надо считать. Есть методики международные. Надо заложить, мы предложили карбоновый полигон сельскохозяйственный. Один, значит, чтобы у нас он был в разных регионах. У нас Самара, у Орлова подключается. Мы предложили Ставропольский край. И когда сейчас были мы в поле, он, если отходил, звонил Орлова Людмила. Владимир, она передавала личный привет, просила вам, да, телефон, я говорю, не могу, он как раз выступает перед нами. И она просила передачу. Предлагает вам тоже на вашем поле, на вашем хозяйстве сделать карбоновый полигон. Я вам передам обязательно, вот сейчас передаю вам эту вот просьбу. Но там условия, что надо проводить исследования, и исследования должны вести ученые. Скажем, Крымского, Ницкого или вот Лернарского, или как у вас называется университет. То есть, вот тут как раз давайте позанимаемся вместе, предлагается вам. Я думаю, она вам будет звонить, нам тоже предлагает, чтобы сделали каком-то из хозяйств. Там надо вестись, но какие исследования, что там надо делать, я еще, она не сказала, она не знает. То есть, мы это все сначала узнаем, конечно, основательно, потом будем вести. То есть, этот вопрос, вот как раз нам будет работать вместе, наука и производство, нам надо будет работать вместе. Я думаю, что мы все равно будем двигаться вперед, и наша наука, поверьте, сегодня стала нарицательным. Ты кто ученый, следующий вопрос, ты что, идиот? Ты что там делаешь при этой зарплате? Для того, что тебе вообще не считают за человека, а там работают. И к нам приходят молодые люди, аспиранты, надеясь, что все-таки это будет дальше идти. И поверьте, мы занимаемся тем, чтобы помочь вам, как бы нашим товаропроизводителям. Я, в частности, занимаюсь технологией наутил уже больше 10 лет. И поверьте, чем больше я занимаюсь, тем больше я понимаю, что я очень мало знаю. И вот сегодня я побыл у вас, очень много научился в вашем выступлении, послушал у нас. И учусь у вас многому чему, кумулирую, стараюсь это все, потому что я встречаюсь с многими людьми, могу передать. Спасибо вам большое. По поводу вот крайнего выступления по этому уменьшению глифосата. К сожалению, коллега выступил много раз, сказал, красиво чувствуется, знает, но то, что главное не сказал, что вот этот препарат работает. Ребята, у нас в хозяйствах работает, ни один сорняк не выживает. Просто этот препарат заставляет усиливаться амином веществ. Это там аминокислоты, это их ноу-хау. Амином веществ усиливается, и глифосат в корень уходит. И уничтожается все. Где 3 литра остаются отдельные, 1,5 литра, и плюс этот препарат, он сказал, 200 рублей. Сколько 1,5 литра глифосата стоит, вы знаете сами. Еще раз большое спасибо. Спасибо.